Отсутствие рабочих мест может повышать смертность детей от внешних причин. О том, каким образом связаны эти факторы и как уберечь маленьких жителей республики, говорили на совещании в Доме правительства. Водоемы, ядовитые вещества, дороги и дураки на них. Из-за этих и многих других причин, которые называются внешними, то есть не связанными с состоянием здоровья, страна ежегодно теряет тысячи своих маленьких граждан. По предварительным данным по учреждениям здравоохранения, за январь-июль 2013 года умерло 99 детей в возрасте от 0 до 17 лет. В республике продолжает оставаться, к сожалению, высокий уровень детского дорожно-транспортного травматизма. Если общее количество ДТП 115, в прошлый год это было 106, в котором пострадали четверо детей, погибли, а получили ранения 120 детей. В прошлый год это было 115 детей. По состоянию на 8 августа в водоемах Чувашской республики погибло 36 человек, из них 7 детей. Часто опасности внешнего мира становятся для детей роковыми из-за банального недосмотра родителей. По данным специалистов, из-за недостаточного ухода умирает каждый пятый ребенок в возрасте до года. К сожалению, в этих случаях немалая боль имеет и асоциальное поведение мамы. Это, прежде всего, довольно-таки часто в таких случаях, когда идет удушение ребенка грудью спящей, кормящей мамы, там нередко маму бывает в состоянии хотя бы легкого алкогольного опьянения. Что ж, вероятно, в таких случаях бороться нужно не только с последствиями, но и с причинами. Один из способ – занятость родителей. То есть создание рабочих мест, особенно в тех населенных пунктах, где статистика хуже, чем в среднем по республике. Надо обсуждать и надо привлекать предпринимателей для того, чтобы появились новые рабочие места. Где пять человек, где семь человек. Когда есть рабочее место, человек уверен в себе, в своих возможностях. И наиболее благоприятная ситуация складывается в семье. Если одним недостаточно ухода и внимания со стороны родителей, то детям с ограниченными возможностями, инвалидам зачастую не хватает подходящих условий для реабилитации, так называемой социализации. В обычных детских дошкольных группах таким детям, конечно же, очень сложно. Мы сегодня разрабатывали проект постановления правительства Чувашской республики, где, по примеру, школьного образования можем обеспечить образовательный процесс детей-инвалидов и на дому. Эту проблему мы в ближайшее время будем решать. Я думаю, с 2014 года у нас возможности для этого появляются. Сегодня нормативно-правовая документация в этом плане нами и подготавливается. Или уже подготовлены, точнее. Очень важно, конечно, сопровождать детей и в школьном возрасте. И здесь для нас важный показатель – это развитие инфраструктуры, школьной инфраструктуры, чтобы дети-инвалиды получали возможность вместе с здоровыми детьми получать качественное образование. Доступные среда, рабочие места для родителей, благополучие в семье. Принимать меры во благо маленьких жителей региона будут и дальше в рамках национальной стратегии действий в интересах детей. Ее планируется реализовать до 2017 года.